Александр, добрый вечер. Рада приветствовать вас на сцене Московского дома книги. Да, вы не представляете... Мне нужен этот микрофон, говорите? Микрофон красный на кнопочку. Вот этот микрофон работает на зал, а это Московская 4. Все, я понял. Ну, во-первых, раз, что 14 февраля людям нечем заняться. Вот. Либо все пришли за очень эффективным, недорогим подарком. Потому что так, просто книжка, а так, книжка с подписью, совсем другое дело. Есть ощущение, что человек запарился. Я, как вы понимаете, имел неприятный разговор в пятницу дома. Я сказал, ну, где мы 14-го? И тут я понимаю, что 14-го я в доме книги. А, ну ты там и жить будешь тогда, в доме книги. Ты же, наверное, не подумал, да? Не то, что так намерен. Я, да. Понятно, да, все ясно. Ты замуж, ты женился на книжках. Поэтому премии у нас немного. Я кое-как нашел ресторан, куда мы с женой сможем с мотыстки попасть. Но я обязательно все книжки подпишу. А, конечно, насчет музыки. Это такой мой незатейливый пиар-ход. Но, если честно, он получился из моего альбома, я так называю музыкальный альбом, на самом деле, конечно, это чтение, на iTunes, когда я записал рассказы в моем исполнении и исполнении моих друзей-актеров, именно как альбом на iTunes. Потом то же самое мы сделали на английском языке с американскими актерами. И структурирование книжки как альбом, когда есть там 12 треков и бонус-трек, и мне это показалось очень удобным. Более ничего к музыке, относящегося внутри этих текстов, нет вообще. Я музыку люблю как слушатель. Не более того. Но звучит красиво. Звучит красиво. Так, а я правильно понимаю, что вы не будете задавать вопросы какие-то, да? У меня, да, будет несколько вопросов от издательства, и далее наши зрители смогут задать вопросы из зала. И мы переходим к автограф-сессии в конце. Александр, расскажите кратко о названии книги. Ну, название книги родилось до того, как родилась сама книга, потому что мне кажется, что название в целом 50% успеха. И у меня давно это было название «Полозащитник Родины». Может быть, сила моей центристской политической позиции, потому что я считаю, что у нас есть что-то хорошее в том, что делает государство, есть что-то очень негативное, и это нужно критиковать достаточно спокойно. Есть какие-то хорошие предложения от оппозиционных сил, есть, которые мне не нравятся, и за это я гребаю с двух сторон. Ну вот, и я решил, что хорошее название для книги. Больше ничего про защиту Родины в этой книге нет, разве что смешная история про Славика, и когда он ушел в геополитику. Славик – это мой любимый герой, может, смотрел сериал «Беспринципный» и там с ним познакомился. Но здесь три, по-моему, истории про Славика, а достаточно так важные для меня два рассказа. Один про ненависть в сети, потому что наше общество охватило ненависть. Все ненавидят всех, и сеть для этого дает уникальные возможности. Наконец-то стало «Можно ненавидеть безнаказанно». Ты можешь написать любому человеку, у любого уровня агрессии фразу, и тебе ничего не будет. В период, соответственно, возрастения за это можно было сразу, если это были благостные годы Советского Союза, можно было по морде получить, а в 90-е людей могли просто застрелить за такие слова. То сегодня этого ничего нет, и интернет превратился в такую благодатную почву для ненависти. Соответственно, вопрос времени, когда эта ненависть выплеснется за пределы интернета и вернется в реальный мир. Это не только в России происходит, происходит по всему миру, поэтому ничего сверхъестественного своего национального мы в этом не примесли. Это рассказ «Хейд». Он экранизирован с Виктором Стагановым в главной роли, и, как это часто бывает, рассказы у меня сильно отличаются от экранизаций. Тот, кто следит за тем, что я делаю, мог посмотреть тот же самый фильм «Инокентий», «Твою мать, Иннокентий» короткометражный с Аглой Тарасовой и Сашей Гудковым. Мне очень нравится то, что сделали ребята режиссеры, Алексей Кузьмин-Тарасов. И мне показалось, что здорово, что в рассказе совершенно иной финал. И я его, кстати, написал уже после того, как вышел «Испальница ковидный», немного по-другому посмотрел на окружающую действительность. Тем интереснее сравнить, соответственно, экранизацию и то, что написано в тексте. Это же касается четырех историй, которые были экранизированы в сериале «Беспринципные». И еще один фильм «Сатья Спивакова» короткометражный «Ты его любила» по рассказу «Новогодний подарок». Тоже отличается режиссер Леонид Полякова. У нее свой взгляд, слава богу, на то, что я делаю. И мне кажется, здорово, когда у сценариста, в том числе у меня, хватает духа не влезать в дела режиссера. И уходить с площадки. Я считаю, что сценарист на площадке – это как женщина на корабле в беде. Поэтому книга в том числе – это сравнение экранизации и текста. Вот, это про название. А название, мне кажется, я же человек абсолютно алчный. И я знал, что книжка выйдет 23 февраля. Подарить человеку, который не служил, или как я, отделов с военной кафедрой полузащитник Родины, по-моему, это очень так честно. Да, Александр, спасибо за ответ. Скажите, кто был первым читателем в вашей книге и какие получили отзывы? Ну, наверное, целиком книги сложно сказать, потому что книга – это собранные рассказы, которые два года читаю в театре. У меня всегда последовательность одна и та же. Я сначала читаю все тексты в театре, где-то год-два. Там они отшлифовываются, потому что только в театре ты сразу видишь слабые места. Как только ты читаешь, и ты видишь, хотя бы один человек влез в телефон, все, значит, это слабое место твоего текста. Это не человек плохой, это ты скучный. За исключением редких случаев, когда что-то случилось у него. Соответственно, после каждого прочтения я сразу же стажусь в гримёрке и убираю те части, которые, как мне кажется, не зашли. И за год текст превращается с точки зрения театрального чтения, ну, для меня, насколько я себе могу позволить, идеальный. Потом я их всех собираю и публикую в книжке. То, что книжка продаётся, для меня является абсолютным чудом. Потому что, а, тексты написаны, чтобы их читали в театре актёры либо я. Мне кажется, они без интонации не то чтобы хорошо работают. Потом их всех можно было услышать уже. Но, тем не менее, книга упорно продаётся. Из чего я делаю вывод, что она просто удачного формата. Она помещается в женскую сумочку. И выбирая между разными, вот люди... Плюс, когда, опять же, я повторяю, всегда мы рассчитываем количество сантиметров, толщину, то, что кровать чаще всего шатается на 5-6 сантиметров, плохо устоявшая. И когда под кроватью кладёшь, то книжка, то кровать стоит ровно. Я понимаю, что в театре это заходит как шутка. В книжных магазинах люди, наверное, не смеются, такие, что, правда-то? Действительно, я вот... И начинаю задумываться. Хорошая вещь здесь. Ну вот. Поэтому рассказы всегда так или иначе. У меня, наверное, первая читает всё равно Оксана, потому что ей, в принципе, так скептически моя жена относится к тому, что я делаю. Такая, ну... 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 В семье не без писателя, скажем так. Вот. И, соответственно, как она до проверять на скептиках. Проверять на людях, которые обожают в их борщице, это бессмысленно. Если он скажет, это хорошо. Вот. И поэтому из всего этого набора она про один рассказ сказала, что это хорошо. Я сказала, нет, значит, прям даже очень хорошо. Как раз свобода воли. А про остальные сказал, ну... Ну да. Ну да. Да. Ну что делать? Потом Константин Ильич Хаменский всё прочёл, то, что он всегда читает то, что я пишу. Вот он говорит, ну, симпатично. Отлично. Ну, много надо работать. И я поэтому всех с гордостью приглашаю в театр «Современник», где 1 марта большая премьера «Интуиция». Это спектакль по предыдущей книге. Как раз художественный руководитель Константин Хаменский, а режиссёр Данил Чащин. 13 монологов людей, которые попали на тот свет. Их первый разговор с кем-то. И он всегда начинается с сожаления о том, что ты не сделал в последний день. Ну, у нас у всех будет наш последний день. И с учётом развития медицины мы в большинстве случаев будем знать, что это последний день. Ну, или последний дней. Соответственно, у всех будет первый день там. Если верить, что там есть, то как-то скучно верить, что этого нет. И мы, очевидно, будем, за исключением самых счастливых или самых безалабимых, думать, что что-то мы не сделали. Не позвонили, не поговорили, не выложили в сеть что-то, что-то достоин того. Вот как раз про этот спектакль «Интуиция». И раз мы говорим про «Кто первый смотрит», конечно, это, кстати, Вагаминский. Я рад, что из текстов тех получился спектакль. Для нас такой вопрос общественного мнения страны, кому сочувствует российский человек. Потому что из 13 выбирается один, кто полетит назад. Один человек. И вот там абсолютно разные судьбы. Вот и зрители выбирают, и «Ангела-2» на сцене. Раз уже зашла речь про театр, а 12 марта большая премьера в театре Ермоловой «Идеальный Че», так называется, «Неидеальный Че». Мы немножко по скандалям. Сразу скажу, где происходит действие. В 2037 год, Москва, в Москве введены нравственные суды. И в московском нравственном суде судят мою книжку, точнее, мою постановку в театре Ермолова. Он судит меня, Худрука, и как происходит этот суд об этом спектакль. Ну, естественно, в него как-то введена и сама книжка «Идеальный Че». Вот поэтому сейчас будущее? Будущее – 2037 год. Про прошлое как-то уже рискованно у нас что-то делать. А про будущее пока еще можно. Ну, смотри, про какое будущее и что в нем. Но это такое далекое будущее, что про него можно. Из него можно говорить, ну, было сейчас хорошо в 2022 году. Ну, вот. Из этих, я думаю, что из рассказов здесь тоже рано или поздно получится театральная постановка. Но пока, повторюсь, кино. Следующий вопрос. Да, Александр, спасибо вам за рекомендацию и приглашение. И у меня будет последний вопрос. Про свободу воли, я думаю, уже многие запомнили и взяли на заметку. А какие рассказы еще могут стать хитами? Посоветуй. В смысле какие еще? Обязательные к прочтению. Вы с кем имеете дело? Я, в принципе, произвожу исключительно хиты. Если человек не понимает этого, ему доказывают это все средства рекламы и пиара. Вы же сами видели это. Я с человеком рядом стою. Как вы думаете? На самом деле, я уверен, что не будет читателя, которому понравится вся книга. Такой человек не будет, которому все рассказы понравятся в равной степени. Потому что они действительно очень разные. Но уверен, что не будет такого читателя, которому вообще ничего не понравится. Что-то дозайдет. Потому что разные там, повторюсь, истории. Есть и переписка двух друзей в сети, которые, ну не буду спойлер делать, два друга, один из которых спас другого есть. И то, что стало основой такого небольшого балета в Мариинском театре «Полимсес». Четыре истории про Славика, одна, то есть геополитическая. Сейчас я вспомню, что же еще там было. Ну вот «Хейт», какая-то еще там. А, и кусочек из будущей книжки. Первая глава из будущей книжки проекта «Колотушкин». Проект «Колотушкин» о том, как мы решили завоевать Америку тем, что Россия – последний ковчег для белых мужчин, гетеросексуальной ориентации и такой дикий Запад. То есть все, кто недохулиганил, все могут в Россию. Время белому человеку вернуться в родную гавань. Это такой стёб на тему наших попыток постоянно заявить о своем неком значении мировом. Но смешной. Он стёб и нашей действительности, и в том числе американский. С их, так скажем, перегибами некоторыми, которые происходят в рамках новой этики. Вот. Да, спасибо. Ну а мы с нетерпением начинаем ждать вашу новую книгу. Ну, слушайте. Аудиокнига сегодня вышла, кстати, на Яндексе. Вот из нового. Там новый текст абсолютно. Это то, что мы написали с Юрием Смекаловым, хореографом и танцовщиком Иринского театра, лауреатом «Золотой маски». Мы с ним написали пьесу про, ну, скажем так, не сложившуюся жизнь артистов балета. Три артиста на выход практически пенсион, на это всё вот момент по 36-37 лет. И вот их, к сожалению, почему их жизнь не сложилась так, как им хотелось. Называется «Три товарища» с просительным знаком, о чём молчит балет. Уже полтора или два года идёт спектакль в Питере. И вот мы, наконец, сообразили и сделали книгу сначала аудиокнигу, поэтому можно её на Яндексе послушать. Вот. Так что ждать нужно её. Спасибо. И учитывая то, что у нас были уже вопросы из зала, я передаю слово нашим зрителям. Уважаемые гости. Надо вас, конечно, брать на озвучку. У вас только голос. Чей вопрос будет первый? Смелее. У вас есть уникальная возможность. А вы не бойтесь, вот никого не сажать не будут за вопросы. У нас есть вопросы. Ну пока, никто не знает, что будет в 2037 году, потому что этот вопрос уже будет записан, потом в дело приложим. Здравствуйте. Беру у Дюны. Спасибо очень за вопрос. У меня есть первый опыт работы с Америкой. Действительно, вышел альбом с Эмми Нолай. 10 американских актёров, лауреаты всех премий, кстати, кроме Оскара. Там есть и Эмми, и Грэмми, и Золотой Глобус. Мне повезло, в ковид, скорее всего, было вообще нечем заняться. И поэтому мой друг Пол Лазарес, режиссер, который знакомый, наверное, по сериалам «Друзья» Мелорус Плейс, он собрал такую команду интересную, всем разослал мои рассказы, сказал, есть желание, давайте почитаем, сделаем аудиоальбом. И все 10 согласились, чтобы у меня было, конечно, чудом. И о нем, пока вышел аудиоальбом, я не занимался еще мощно этим продвижением, потому что все-таки ты здесь, надо туда ехать. Я думаю, что из этого рано или поздно что-то выльется в кинопроизводство, но когда, неизвестно, сколько идет на это времени, тоже неизвестно. А главное, я как-то уже, наверное, перегорел вот это обязательное для российского человека из мира кино желание, чтобы ты обязательно засветился в Америке. Ну, то есть, хорошо, конечно, но есть еще огромный рынок латиноамериканский, интересно, я хочу на испанский перевести, рассказывать. Мне кажется, что мне так много придется цензурировать, что я не там выйду достаточно в обрезанном виде, в кинематографе. Поэтому получится хорошо, но не получится. Я не считаю, что это какая-то основная задача. Вот Китай, достаточно в одном селе быть популярным, и у тебя будут продажи больше, чем в России лет за 10. А вот мы просто... Поэтому вот Китай, да, у меня там есть по некоторым деревням Трест-Тур. Но если говорить серьезно, то в принципе, да. Меня переведено на два. Два рассказа на китайский язык, они были в сборниках, как он, по-моему, с ППБ делал. Но в целом, конечно, вот это направление, такая, можность под нему поработать. Вот. Да, Александр, я уверена, что у вас все получится. Желаю. А, ну еще вопрос важный, насколько вырежут ли меня из сериала «Аннака» в Netflix. Я же там сыграл одну роль, писатель по Анне Кайниной, писателя Кознышева. Я все предполагаю, что так как, не знаю, как я хорошо сыграл или нет, мало ли меня на монтаже всего удалят. Но если меня не удалят, и кто-то меня заметит, потому что меня ждет большая актерская карьера, тогда меня точно, как сказала Оля Сутуло, когда узнала, что меня туда отобрали, говорит, ну раньше тебя терпеть не могли писатели, потом театральные деятели, а теперь тебя ненавидят уже все. После того, как-то туда еще пройдет, я не прорезал, меня просто пригласили. Ну вот, может быть, это будет путем таким хитрым. Ну, я думаю, таланкивый человек талантлив во всем. Это спорное утверждение. И мы переходим к следующему вопросу. У меня сложилось впечатление, что вы внутренний рок-н-ролльщик. Это так? Да. Ну, смотря что подразумевать по словам рок-н-ролльщик, я надеюсь... В широком, да. В широком, да, безусловно. Я как следует... Знаете, я так потанциал рок-н-ролл, я могу сказать. И все, что с этим связано. Теперь спокойно могу заниматься литературой. Мне кажется, вообще, что он очень важно лет с 20 до 30 закрыть все гештальты, все возможные, ну, в рамках Уголовного кодекса желательно, и остаться живым еще при этом. И чтобы потом у тебя не было этих проблем после 40. Ну, ты можешь заниматься делом. Потому что с 40 до 50 надо уж точно делом заниматься. А у людей бывает иначе. Они... С 30 до 40 желательно готовить, ну, вообще, наверное, с семьей и личной жизнью. Ну, видите, у меня, наверное, самый мой, естественно, удачный и замечательный этап для семейной жизни это было как раз, получается, в 41-42. Но это я, в принципе, чуть-чуть отстаю в развитии. А так, да. Ну, вообще, да, с 30 до 40 семья и все остальное, с 40 до 50 уж точно надо закрыть вопрос с деньгами. Потому что после 50 это в нашей стране тяжело. У нас страна для молодых и здоровых. У нас тут пожилых и чуть-чуть болельщиков как-то здесь сразу же их списывают в утили. В этом плане мы очень жестокие. У нас жестокое общество. Да, к сожалению, не могу не согласиться. Ну, это да. Скажите, а остались ли еще незакрытые гештальты? Слушай, они должны только появляться. Как только у человека их не остается, им становится скучно жить. Спасибо. Да, вот у меня, например, был Северный полюс. То есть вот мы в августе с женой поедем на Северный полюс. Желаю вам хорошего путешествия. В одну дорогу, в одну сторону. У нас следующие вопросы зала. А кто именно из голливудских актеров озвучил ваши рассказы? Ну, Стэйси Кич, допустим. Аж шел в ряд Золотого глобуса. Потом Джейсон Александр, это звезда Сайнфилда. Ну, и там целый список. Там, в общем, достаточно такой хороший. Ну, они, в общем, театральные и телевизионные. Ну, и все, повторюсь, именитые в своей области. Да, и у нас следующий вопрос. Александр, большое спасибо за ваше творчество. Спасибо. У меня к вам вопрос чисто практический. Ну, не только у меня одного. Ну, как не мне задавать этот вопрос. Ну, конечно. А сколько планируется всего сезонов беспринципных? Потому что, учитывая, что Славик, ну, абсолютно безграничный персонаж, да, тем более великолепная игра «Деревянка», вот приблизительно сколько? Слушайте, давайте так. Пока снят третий сезон, и он точно будет. А будет ли четвертый, мы никогда не знаем. Пока, давайте так, пока три. Будет дальше или не будет, неизвестно. Но у меня несколько сейчас кинопроектов будет анонсировано. Уже в этом году они будут сняты или снимаются сейчас. Других совершенно. Поэтому, чего-чего, а в кино моих текстов будет много. Вот я же человек, опять же повторюсь, не справившийся с грехом алчности. И поэтому мой текст должен быть продан много раз. Сначала как пост, потом как рассказ, потом как спектакль, потом уже как кино. Если это не получается, я расстраиваюсь. Спасибо вам за ответ. Уважаемые гости, чей вопрос следующий? И у нас есть вопросы с Алан. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ровно год назад у меня в руках оказалась ваша книга. Я с большим удовольствием прочитал ваши рассказы. И причем я делал это вслух. И получал от этого еще больше удовольствия. Слушатели были? Да, были, были, были. А они получают удовольствие? Это просто не всегда тождественное понятие. Потому что, когда я читал, я думал, блин, сколько в этих рассказах самоиронии и юмора, такого очень тонкого, интересного. Спасибо. И вообще вопрос у меня такой. Вот сейчас говорили про 20-30 лет и 40. А вы испытывали вообще вот кризис 40-летнего возраста? Вас это коснулось как-то? Спасибо. Хороший еще вопрос. Вы знаете, я его как раз проскочил именно из-за того, что у меня началась литературно-творческая карьера. Если бы не это, то, конечно же, он меня нахлобучил бы очень сильно. А я именно в этом возрасте переехал в Москву. Поэтому в целом мне было не до кризиса среднего возраста, когда ты уезжаешь из Питера 40 лет, тебе не до него. Тебе нужно новую жизнь строить в Москве. А во-вторых, начался вот этот вертикальный взлет с литературы и кино, со сцены и так далее. И я его, конечно, отложил. Невозможно его не пройти. Ты не можешь, как подростковый кризис. Ты в любом случае пройдешь. Я просто знаю, что он придет там через 5 лет, когда вся вот эта волна популярности, она пройдет, выйдет либо на плато, либо я перестал быть вообще популярным. И он, наконец, нахлам ко мне, наконец, он придет, когда он сейчас сидит и ждет, говорит, ну, сейчас все закончится. Он ко мне придет, говорит, ну, что? Все же не Пушкин, да, ведь? Ну, не Пушкин, да, вообще не Пушкин, вообще ни разу. Ну, что ты сделал за свою жизнь? Вот это вот эти 6 книг, да, 2, хорошо, 10 сериалов. И это все? Понимаешь, мы тебе дали все возможности, а вот это все, что ты сделал? Лузер-то и уйдет, меня вот оставив с таким вот ощущением, что как в любой кризис среди возраста. И дальше я начну суетиться, пытаться что-то как-то там время остановить, уйти в какие-то увлечения ненужные. Одна надежда на живом. Потому что рассказ, слышь? Давай, пиши дальше. Плохо, но доходно. Спасибо за честность. Спасибо, да. У нас следующий вопрос. А какой бы вы себе дали совет себе 20-летнему сейчас? А меня настолько устраивает моя нынешняя жизнь, что я дал бы себе совет, вот делай все то же самое. Вот вообще. А в целом, любому 20-летнему человеку надо все возможности, которые тебе жизнь подкидывает, любые, использовать. То есть никогда не менять сон, точнее, жизнь на сон. Потому что отоспимся, как говорится, в следующей жизни. Самое главное, 20 лет, чтобы ты уже начинал активно работать, всю ночь ты соблюдал уголовный кодекс, а утром опять шел на работу, и так вот 10 лет подряд, чтобы жизнь твоя была максимально наполнена. И любые возможности, которые подворачиваются, обязательно используя. Тогда все-все получится. Потому что если быть серьезно, то, конечно, мой этот успех, это не то, чтобы случайно. А я к тому времени, когда книжка появилась, действительно знал много актеров. У меня был большой жизненный опыт, очень интересный. То есть мне и до 40-х жизнь была, ну, прям-таки яркая. И, соответственно, было чем делиться. Это было потому, что я там с 14 лет влезал в любые авантюры, которые только можно были влезть. В любые абсолютно. Я помню, приехал 15 лет, я приезжаю в Израиль, и папа говорит, ну, хочешь пойти работать? Да. Я сначала барменом работаю, потом я торгую кока-колой на улице Харусалима, а там, между прочим, война идет. Но вот, и так было всегда, всю жизнь. Я помню, я полетел один уикенд. Я полетел в Дубай, потому что у меня друзья там были. Причем это все, когда я не мог себе это позволить летать в бизнес-классе, то есть на последние деньги. А на следующий я полетел в Сеул на 4 часа. Я туда пролетел, потому что там было очень классно ужинать с этими классными чуваками. Поужинал и вернулся экономом. Вот. На последние деньги. И это так было всегда. Вот это единственное, что нужно делать в молодости. Тогда ты наберешь вот этих опций, и... То есть я уж точно не могу сказать, что я что-то не сделал. Уж я по максимуму выжил из жизни все, что она мне предоставляла. Это 100%. Вот. Но она мне много дала. Я родился в семье очень хорошей, во время хорошее, как раз на стыке времен, когда одна империя развалилась, другая, она начиналась строиться. А в этот момент есть все возможности для бурного роста. Поэтому, наверное, вот так вот такой я себе дал совет властелить ему не просыпать. Я реально, вот как только я начинаю спать, я понимаю, что я не досыпну лет 10. Вот так просто могу лечь спать, и месяц для меня пока ни разу не получилось. Потому что Москва город, в котором ты всегда покупаешь у себя свободное время, в отличие от Петербурга. Вот. Для того, чтобы провести субботу с семьей, ты понимаешь, ты мог бы в этот момент работать и за очень большие деньги, потому что Москва позволяет. Либо ты у себя выкупаешь свое свободное время и проводишь его с семьей. Либо ты у себя выкупаешь сон. Ты думаешь, ладно, я сегодня встану не в 9, а встану в 12, потому что лег в 4. Но ты выкупаешь у себя это время. И вот это жесточайшая реальность Москвы. В других городах, так как нет таких возможностей, то ты просто спокойно можешь поспать. Или ничего не делать, или с семьей побыть. Ты здесь выкупаешь время, чтобы провести его с друзьями. Потому что каждый вечер ты либо пишешь что-то, что может привести какие-то результаты. Я же не только про деньги говорю, я говорю про самореализацию самое важное. Потому что здесь уникальные возможности для самореализации. Носквичи этого не понимают, а я приехавший из... Ну, все-таки давайте в правду смотреть в глаза из провинциального города, хоть это и Петербург, но он по-своему провинциальный, хотя я его обожаю. И чей раз, что много поколений моей семьи там живет. Но Москва, она тебя забирает, у тебя все, что у тебя есть. И очень много отдает назад. Наверное, я вот давал... Может, я дал себе ответ... Наверное, дал бы сайт раньше в Москву ехать. Я... Мне очень повезло, что я успел все-таки. Мне хватило здоровья вот это все поднять за пять лет от нуля абсолютного до лучших актеров из страны, лучших театров, лучших режиссеров. А мог не успеть, здоровья могло не хватить просто. Наверное, если я в 30 было бы правильно. Может быть, это единственный момент. Хотя, чуть другое не так сложилось. Не знаю. Да, спасибо вам за наставление. Очень правильные слова. И у нас следующий вопрос из зала. Вам нужно это. У вас все хорошо. Жизнь удалась. И ты такой... Покупайте книги Александра Цыгина. Александр? Да. Вопрос такой. Вот вы сказали, что иногда расстраиваетесь, да? Могли бы вы сказать, когда вы расстраивались. Это для вас драма или комедия, или трагедия? И можете вы рассказать какую-либо историю? Слушайте, да все зависит от того, из-за чего ты расстраиваешься. Если у тебя уходят близкие, это трагедия всегда. Ну, это, пожалуй, единственное, что является настоящей трагедией. Все остальное я могу перевести в комедию, так или иначе. Мне кажется, сейчас, когда мы прожили вот эти два года, и, наверное, нет человека, у которого бы не умер кто-то от ковида, у нас война, мы миллион двести потеряли. Мы так никогда не воевали со времен Великой Отечественной. Мы в Афганистане потеряли 15 тысяч, а здесь миллион двести. Это большие цифры, и это время пока еще просто не... В культуре, в книгах, в кино это не охвачено никак, но это же колоссальные драмы были. Родители... То есть дети не могли не то что попрощаться с родителями, а их больше никогда не видели. Они их отправляли в ковидную больницу, и все. А дальше... Даже на похорон невозможно. Все, ничего не открывали. И наоборот, а когда родители детей там... Или врачи, которые там по полгода работали, и потом в итоге заболевали, и уходили сколько... Это как на войне, опять же, все было. Я просто из семьи врачей, и поэтому чуть больше погружен. И мне как-то с детства привык, что это единственная драма, это когда это неизлечимо болен твой человек, или он ушел. А все остальное ты можешь перевести в комедию. Это точно. Я как раз большой профессионал по переводу в комедии драматические жизненные ситуации. В общем, наверное, поддерживающие меня слова за то, что я делаю, получая именно от таких людей, которые мне пишут. Вот мы в реанимации, там у нас один читал, он нам читал слух, нам помогал. Или как Кирилл Ишинский мне сказал, слушай, который журналист, который в Украине сидел, у меня твоя книжка по всем камерам со мной прошла. А когда ее выпускали, говорят, оставь нам, это лучшее, что можешь услышать писать. Прямо лучшее. Когда твои произведения позволяют людям не то, что лучше, а веселее смотреть на окружающую действительность, или просто как-то поднимается настроение. Ну вот, поэтому, наверное, драмы только такие, остальные, слава Богу, нет. Все. К сожалению, нынешний... Да, давайте, если можно, последний вопрос, потому что, если вот все желающие, да, а вы понимаете, что отсюда выход в любом случае платный. У нас последний вопрос из зала, и это ребенка в программ-сессию. Некоторые сразу решили, что по... Друзья мои, выход бесплатный, не переживайте, пожалуйста, да. Все нормально, можно выйти, и не обязательно даже у меня подписывать книжку. Вот, я не обижусь, ничего страшного. Ну вот, да. Александр, я здесь. А, извините, тут... Ну тогда вы тоже задарите, да? Здравствуйте, меня зовут Стас. У меня такой вопрос. Одно дело, автор создает какое-то произведение, придумывает его. Это одна работа. И вот, допустим, он создал произведение, что, какие дальнейшие должны быть шаги, что нужно сделать, чтобы продвинуть свой продукт. Потому что одно дело, создать, а другое дело, продвинуть, чтобы это не было написано в стол. И это было замечено. Вот, для меня, как молодого автора, ну, довольно-таки молодого, начинающего, скажу так, это целая проблема. Потому что очень много проектов у меня просто уходит в стол. Что бы вы посоветовали? Ну, слушайте, я могу ведь советовать только тот путь, который прошел я сам. Как и в большинстве случаев, человек может только обучить тому, что он сам сделал. Я сначала стал известен в соцсетях через короткие вещи. Потому что короткие вещи дают представление человеку о том, как ты пишешь, нравится человеку, не нравится, умеешь ли ты создавать сюжеты, не умеешь. Сначала я стал популярным в сети за счет коротких рассказов. Хотя создавал я их не для того, чтобы книжки писать, а мне нужно было про моей работе пиарщику о себе как-то в Москве более активно заявить. Это была такая визитная карточка для деловых переговоров. Потом, ну, я пошел по пути чтения. И если это хорошая вещь, то актеры с удовольствием соглашались читать. У меня же, я же Константину Хабецку просто прислал рассказы. У меня не было с ним особого знакомства, ничего. Просто я прислал ему рассказы. А контакты где вы нашли? Слушайте, вот контакты можно в этой жизни найти. Тогда соцсетей-то не было. Сейчас можно найти контакты любого человека. Важно, как ты с ним сконтактируешь, как ты с ним свяжешься, как ты напишешь ему. Это целая сегодня уже система. Но этого не было близко и 20 лет назад. А сегодня вопрос, как найти контакт, он абсолютно некорректный, потому что все звезды в сети. Вопрос правильно с ними коммуницировать. Ну и, конечно, понимаешь, что сегодня все в кино. Сегодня дикий спрос на сценарии. Дичайший. Контент создается огромное количество. Огромное количество. От того, что даже вы издадитесь и даже будете продаваться в книжном магазине, поверьте, это вообще ничем не решит. С определенной точки зрения, литература, конечно, сейчас на очень десятых ролях с точки зрения охватов. Просто охватов. Но тираж даже лауреата самой известной литературной премии у нас какой-нибудь, ну, будет, ну, 100 тысяч. Это прям большой, огромный тираж считается сегодня, ну, понимаешь, что это 100 тысяч. На Ютубе просмотров чтения среднего рассказа хоть, может быть, несколько миллионов. Соответственно, это нужно выводить тексты в другой формат. Формат аудио, формат подкастов, формат видео, формат маленьких сценок, формат фильмов, так или иначе. Сама по себе литература, она уже без ее продолжения не существует в случае, ну, таких гениев, как Пелевер. То, что все остальные все равно экранизируются. Даже блестящая Людеря Яхина. Совершенно по-другому можно, я думаю, считать цифрой охватов после того, как вышел сериал. Хороший, но плохой, другой вопрос. Другой вопрос. Сериал. Таких писателей действительно немного, поэтому это некое синтетическое такое должно быть искусство, тексты, превращающиеся во что-то иное. Сами по себе книги, они уже их недостаточно. повторюсь, за редким исключением. Ютуб или Инстаграм? То и другое, желательно. Ну, Ютуб, наверное. Главное, чтобы картинка была красивой и текст был интересный. Спасибо. Все, последний вопрос, и я буду подключить. Александр, у нас еще один вопрос, или мы заканчиваем? А вот, мне кажется, девушка хотела спросить. Да, с вашей точки зрения надо всем ли можно смеяться? Слушайте, это вопрос к каждому конкретному человеку. Я не считаю, что, я не считаю, что надо всем можно смеяться, нет. Далеко нет, если этот смех доставляет боль какому-то человеку, правда, любой, конечно, смех может доставить боль. Но, тем не менее, я не над всем смеюсь. я бы не был главредом издания Шарлейбду. Я бы не был. Их нельзя за это убивать, безусловно. Их нельзя запрещать, потому что, как только ты запрещаешь в силу того, что кого-то это оскорбляет, так тоже появляется море других людей, и мы придем к обществу, в котором смеяться нельзя вообще. Об этом, кстати, не идеальный чай спектакль, то, что в Ермолова. Поэтому, с точки зрения закона, я смотрю очень с большим напряжением на любые статьи об оскорблении чьих-либо чувств. Всегда может плохо закончиться, потому что под это можно подписать все, что угодно. С точки зрения человеческой, я не над всем смеюсь, и вообще стараюсь, чтобы мои герои, чтобы их люди любили. Даже беспринципных, они все симпатичны. Мне не получается негодяи. Мне написать образ негодяя тяжело, они мне практически не попадались в жизни, к счастью. Они меня как-то обходят. Поэтому, мне кажется, я лично не на всем смеюсь. Но, когда надо мной смеются, я особо не переживаю. Просто гранату дома храню. Александр, спасибо. Не будем вас больше задерживать. Да, спасибо большое. Если вы не хотите, чтобы я не был здесь. что вы не хотите, чтобы я не был здесь. Аккуратно, на нашей студии Александр Цивкин.